Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я Лапкин Игнатий Тихонович, православный проповедник, миссионер. Меня нередко просят по интернету дать комментарии или объяснение, или разъяснение, правильно или неправильно говорит вот такой-то человек. И сегодня мне поступило о новом человеке, о священнике Константине Кочегарову. Я раньше о нем не слышал, не читал, но его интервью пришлось до конца прослушать. У меня это называется серия «Открытым оком во свете Библии». Все, что я говорю. Около 30 дал разъяснений, комментариях по Невзорову, по Задорнову, там Каскуну Максиму, ну и там еще кое-что. Приходится ссылаться на разных людей. Мне уже, видимо, я здесь прошел все. Одно и то же, одни и те же повторы, и от главного отрывается мое время. Но тут пришлось, потому что судьба, как говорит человек, и жизнь человека задействована. Вот что он говорил, я постарался все законспектировать. Это больше часа. На какой минуте, говорил, у меня вообще не было возможности это проследить. Он говорит, что жил неверующим, но у него положительность, что он рукоположен, не раньше 30 лет был в священнике. В 40 лет. Это очень важно. Очень важно. Почему? Ну, другие правила соборные не имеют, как подтверждение, ссылки. А это имеет. Говорит, и Христос вышел на проповедь в 30-летнем возрасте. И люди, которые раньше Христа рукоположены, это выше Христа лезут. Так можно сказать. То есть, если вы правильно, тогда Христос неправильно. Это 6-й Вселенский Собор, 14-е, 15-е правила. В Диакона не раньше 25-ти, а его сплошь и рядом нарушают все, всегда. И Никон, и Аввакум, все раньше 30 лет. А иначе никого не будет. Тебе зачем об этом думать, когда правила есть? Ну, правила есть, ты его не нарушай, на этом все. А дальше Бог сделает. Из камней создаст детей Аврааму. Но ему ничего не было известно, вот этому Константину. Это его имя, он не монах, семейный человек. И далее говорится, что посоветовали молиться по 15-20 минут. Он это стал делать, утром, вечером молиться. Ну и в храме он увидел, что везде все деньги, деньги. Это как раз то, о чем Невзоров и говорит об этом. Он это и увидел. И Константин тоже это увидел. Я потому ссылаюсь на Невзорова, Александра Глебовича, что у него не все надо отрицать. А у него есть то, на что надо обратить внимание. Он решил побольше знать, поступает в Свято-Тихоновский институт, но после третьего курса не хотел учиться. Потому что здесь он увидел новый завет Библии, Библию уже стал знать и дальше пошел. И что интересно, вот такое большое интервью, я вот законспектировал, это много, две страницы, очень кратко. Нигде, ни в одном месте я не встретил то, ради чего стоило бы жить. Это не православный человек сказал, Мартин Лютер, протестант. Но он сказал, вот в отлитой форме это, в мире есть одна личность Христос и одна книга Библии. Сегодня патриарх выступает, минут 20 выступления, ни разу, ни Христос не помянет, и ни Библия не помянет. А все остальное, это чисто человеческое остается. Да, мудрый, да, хорошо поставленный голос, ну и говорит по порядку, как надо у него. Но и вот здесь у Константина Кочегарова именно вот это самое и было то, что он видел. Ни Библии авторитета нет, то есть он у Бога не спрашивал совета, он даже этого и не знает слова. И Христос как будто никакой роли не играет. Нужно найти ему советника, наставника, который вел бы его за руку, он понял, что не монастыря, чтобы был рядом, все время подсказывал, может быть за одним столом были. Вообще-то здорово иметь такого товарища. Ну, наступает время, Павел говорит, судя по возрасту, вам надлежит быть уже взрослыми. Но не могу я вас все время молоком кормить. Когда ко мне люди обращаются за решением вопросов, я им показываю, есть такое место Библии, вот я тебе дал указы, это не мой ответ. У меня одна знакомая, ну, знакомая по интернету, она уехала жить в Италию. Ну, видимо, там дети пошли не те, не верующие, а теперь она думает возвращаться в Россию. И спрашивает, вот я слышала, что вам Бог отвечает. В Италии они услышали, что мне Бог отвечает. Откуда они услышали? Ну, я отвечаю, да, это правильно, вас не обманули. Мне Бог отвечает. Я знаю, что Бог отвечает. Так вот скажите мне, переезжать или не переезжать? Я говорю, я помолюсь, она на утро спрашивает. Ну, помолились, помолился. Ну, и что? Ответа нет. А какой ответ? Да и откуда я знаю, какой ответ-то? Проходит неделя, вторая, месяц. Она регулярно выходит и спрашивает. Я говорю, ответа нет. И один раз ответил, ответа нет, встал на молитву, ответ пришел сразу. Я сразу вдогонку, депешу, ответ пришел. Ну, понимаете, люди что ждут? Вот как-то у меня зашумело в голове или в углах, где-то я услышал. Как Серафим Царовский слышал, я не знаю. Как Павлу Дух сказал идти куда-куда не идти. Но у меня по-другому все. Я молюсь, доверяясь Богу и говорю, да будет воля твоя. Я вот 50 лет сознательно пришел к Богу, а верующий в Бога я 73 года, с пеленок, от груди матери уже, в меня Бог вложил упование на него. Я ни разу не слышал никакого голоса. У меня очень крепкая психика, я служил в морфлоте, в ракетных шестях. Ну, ничего у меня этого не было. А видение, как я езжу, это не от того, что психика плохая. Это люди удостоятся. Я не удостоился. Но у меня есть, может, нечто большее. Вера в Слово Божие. Что вся Библия Богодухновенная. Что писали и святые Божьи человеки, будучи движены Духом Святым. И я получил ответ, как на молитве у меня всплывала фраза из Священного Писания. Всплывая именно к этому человеку. Я тогда и говорю, место Писания вот такое. И я и послал. И что? А теперь дальше твое дело. У тебя есть наставник, духовник, где ты причащаешься? Да, есть. Ты ему расскажи, что ты переписывал с человеком из России, со мной. Можешь представить меня. И скажи, он мне ответил вот таким стихом. Теперь с батюшкой с этим молитесь. Просите у Бога ответа. И вот через этот стих ты увидишь. Вот через этот стих. Но я тебе ответ не даю ехать или не ехать. Мне иной раз там с другой республики просит. Сын мой поехал экзамены сдавать. Так нужна ему эта специальность или нет? Вы знаете ответ? Не знаю. Но я могу сказать. Специальность должна быть для славы Божьей и для пользы ближнего. Ну и чтобы ты мог прокормиться. Павел говорит, хочу, чтобы трудились своими руками. Дабы было еще уделять нуждающимся. Не компьютерные игры. Я знаю ответы, но я не знаю, надо ли говорить. Вот это первый вопрос, который я долго не могу решить. У меня иногда случается несколько месяцев. Я не могу ответить это. Я не знаю, стоит ли ему отвечать. Иногда такой человек говорит. Вот сегодня вышел один. А я единобожник-то, мусульманин. Я знаю, он ни одной книги не просчитал, судя по словам, по тому, как он пишет. Что я ему могу доказать? Я ему выставил материалы, указал на наш сайт. Кистине1.народы.ру Все. Форум. Если он там не находит, а он считать ничего не будет, я ему ничего не дам. В полемику вступать не буду. Рабу, Божию, не надлежит, говорит, спорить, ссориться. Я вот разбираю Константина Кочегарова здесь. И вижу, вот начались у него паломнические поездки. Это фильм «Остров». Ой, как он к месту. Это все извращение веры Христовой. Еще мощи, да побольше. Какую маньосу было 300 разных мощей-то. Он дома кладбище устроил-то. Православные почему-то забывают, что прикосновение к трупу, к трупу, это труп, это трупопоклонники, оскверняют человека. А как вы можете так говорить на ощупь? Господь говорит, где труп, там соберутся орлы. Он сам себя трупом называет. Чего запомирали-то? И вот раскапывает, копает. Если даже вы хороните и тоже мертвеца, оставьте мертвецам хоронить мертвецов. А чтобы раскапывать, это уже не мертвецы, а мощи. Нужно было сказать Христу, наверное, так. Оставьте мощам раскапывать мощи. Ну, маленько-то думайте. Мы уже не веру показываем, а хуже язычников. Те, по крайней мере, от живого убитого сердца съедали. А мы с отлевшим православный возраст, кость, с черепа рассматривать. Смотреть невозможно. И вот ему это все показали. У нас такой есть в камне на обе отец Павел Ермоленко. Вот он прошел вот это все, что здесь есть. Так же поношение, так же отлучили от причастия. Все один к одному. Почему? А это система. Я не люблю это слово, оно не библейское, но это так. Это московская патриархия. Мне говорят, ну вот все время мы в московской патриархии. Но если он здесь постоянно говорит святейших патриарху, к Ивеналю обращается, к монастырям православных батюшек, о ком я буду говорить? Ну не могу я говорить о папе римском Венедикте, который и так уже отошел. Я буду говорить о том, о чем он говорит. Он патриархийный. Ему нужно было рассматривать не Григория по лому, а посмотреть происхождение патриархии. Патриархия это детище Берии и Сталина. Это они в сентябре 1943 года, призвав трех митрополитов, решили открыть. Для того, чтобы карманную иметь структуру церкви, церковную развозить, заразу коммунизма по всему миру. Другой задачи не было. Каждую проповедь надо было уполномоченным нести. У меня родной брат, протеерей, 33 года. Он захватил то время. И поэтому он пошел, Константин, тем путем, который в московской патриархии. Доверяться всему. Ему надо было с первого дня сесть за Библию и выпросить у Бога водительство Духом Божиим. У православных самая главная ошибка – неправильный вход в церковь. Ладошкой мокрым ударили. Крещение – это никакого нет. Крещение означает по окружению, а другого нет. Крещение – это нет, у Руси некрещеная. И в этом смысле он некрещеный. И те, которые вокруг него, некрещеные. Я тоже не согласен. Но я ни разу не говорил, что Григорий Палама вот этот такой там энергетик, как он начинает говорить на тварно-нетварный свет. Если есть деканонизация, деканонизирует, отзывает порченных святых. В первую очередь надо было Григория убрать из святых. Это единственное, о котором я постоянно говорю. Куда он заводит людей? Вот это одна из жертв Григория Паламы. Жертва. Вы, Григорий Паламой, за ними заметите, я занимался. Моим голосом начитано в интернете «Житие святых». Я их на несколько раз прошел, до десяти раз. И творения святых отцов у меня там начитаны. Я говорю, сознанием делаю. И скажу, что ссылаться на Исааке Сирянина и Семена Нового Богослова просто неприлично, когда живем по-греховному. Их называли «ангелы во плоти». Или «человек на небе». К ним надо подходить с великой осторожностью. Даже Пеофан Затворник не решился переводить Исаака Семена Нового Богослова. Иначе люди, прочитав его, признают, что они верующие, могут потерять веру. А тут хватается Григория Палама. Вот и ломал дров. Вот стал священником чудесно. Как он стал священником чудесно? Четыре года не было духовника. Искал поезд духовника. Духовник, а за четыре-то года мог бы Библию сорок раз прочитать. Четыре года проискал Иву Иванова, пошел к Игумену, который сказал, чтобы он стал священником. Я не знаю Иванова кого-то. Я знаю там Архимандрита Юрасова, отца Амбросия, в миру Александра. Он у меня не один раз был, мы хорошо знакомы. Его две книжечки «Вопросы и ответы» они у меня разобраны в четвертом томе. Это вот как раз вот этот том. Вот он здесь про Юрасова говорится. Из всех ответов его, как и у патриарха тогдашнего Алексея, как у митрополита тогда Кирилла, примерно на 60 вопросов, больше трех правильных нету. 57 не в ту степь. Не сверяется со Словом Божьим. Вот он в этой среде плывет. Четыре года долой. И поехал к ювенарию. К кому? К самым заядлым экуменистам. Ну никто ему не сказал, что надо тебе, как Христу, объяви пост и молитву, как было у святой Евдокии-то. Четыре дня постись и молись, тебе ангел явится. На четыре дня молиться, так тебе врата небесные откроются. Ну ладно. Но я вижу, Библия нигде у него еще не появляется. Уже четыре года позади. Он уже содержание Библии знает, но она не стала для него жизнью, настольной книгой. За всяким словом, вопросом он туда не отвечается. Вот в этих книгах, вот 38 книг у меня лежит, я отвечаю на 4124 вопроса на основании Библии, во свете Библии. С этой книгой я прошел 50 лет. Прошел всюду. Среди сектантов всех направлений. Прошел 5 тюрем и лагерь смерти. И она вывела меня отовсюду. Все, что у меня есть, это от Христа и от Библии. Пока у Константина Кочегарова ничего нет. Дальше. Через покаяние он решил изменить образ жизни. Прекрасно. Да каяться-то в чем? Каяться вот в этом надо. У нас тут священник один заболел, очень толстый-толстый, 153 килограмма при росте 1,68 метра, кажется. Вообразите, что это был за пузырь. А, заболел. Он, конечно, не доживет до срока уреченного. Настоятель поехал, причастил его, возвращается. Разговариваем. Я говорю, ну и как он раскаялся? Да, у него раскаяние было. Скажите, он раскаялся, что сотрудничал с властями? Что он был сотрудник КГБ? Нет. Да как он может каяться перед тобой, когда ты сам такой же? Ты уже сотрудничаешь-то с ними сколько лет? Это я им все говорил. Они зубами скрежетали на меня. Он раскаялся в том, что не учил народ, а учил предрассудкам свечки покупать, деньги отдавать, свечки покупать, деньги отдавать. Все за покойников молятся, а сам покойник. Кого ты спасешь? Там великая пропасть, которая не переходит. Вы на лжи плывете. В этом раскаялся они. Да какое это покаяние-то было? Он в главном не раскаялся. Он народ не допустил до Святой Библии, не допустил до Христа. В этом покаяния-то не было у него. А вкаялся, что будучи священником, он блудил. Да будучи священником, если он блудил, он должен был сам снять. В чем он кается-то? Так его мать палкой по голове была. Понимаете, это комедия. Это даже уже не бурса какая-то. И вот радостное его четырехлетнее служение было священником. Он был рад, счастливое время. И жена назвала вот это время у него медовый месяц. Вот удивительное дело. Что она имела в виду, я подумал-то? Самый такой медовый месяц, что он называется? Как гнусно это! У Льва Толстого в кресле в Ростонате он говорит. Действительно так. Если он имеет в виду, это не послебрачные ночи, первый год, а интимная связь с Богом. Что я все время в молитве перед Ним. Это не медовый месяц тогда. Это благодать Духа Святого. Ты распростер руки и поплыл. Наши сравнения, они просто оскорбляют Бога. Не с чем сравнивать. А глянись Суламита. Посмотрим на тебя. Дальше. Противоречия у него начались. Он работает. Где-то мало нет времени для молитвы. Смещение акцента началось. Приходится тем, тем заниматься. Я постоянно об этом говорю. Если вы смотрели в Библию, то вы бы не стремились быть священником. Юрасов многих туда загнал. Если это о нем речь ведет. Я не знаю. Может быть в Иваново другое есть. Но я подумал, что это Авросия. Я никогда, ни разу в жизни не согласился быть священником. Я не искал. Меня архиереи хватали и тащили. Не выпущу, пока не станешь священником. Не выпущу. За мной гонялись архиереи. Я могу назвать их не одного. А здесь ищут. Вы не знаете, куда вы залезли. И что интересно. Златоуст говорит, как вот, не от священства, а другого. У Славы, говорит, есть такое свойство. Чем больше за ней гонятся, тем быстрее она убегает. И чем больше ты от нее убегаешь, тем быстрее она за тобой гонится. Это относится к самому священству. Вот смещение акцента. Нет времени. А зачем? Требы, требы. А удалите все требы. Оставьте одну литургию. На субботу, на воскресенье все свободен. И ни разу, нигде не видно, что он слышал голос Духа Божия. Нигде. Уже 4 года позади. Почему он не сказал ни разу, нигде? Да, я прочитал. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Почему не пошел Константин проповедовать? Константин означает константа прямая. Его эту константу никто не показал. У него сразу путь начал делюжинами вилять, как, говорит, змея по песку идет. Сегодня одно, завтра другое, он за всеми гоняется, такой доверчивый, как, скажи ты, цыганский ребенок. Неужели не видно было, что человек не туда идет? И что с ним случилось, это совершенно естественный конец. По-другому не могло быть. Он решил выйти из той системы, в которой находится. Меня ставят на ту работу, там, завхоз, документация. Ну, ты понимаешь, что это церковь, это человеческий организм. Какие слова находят? Церковь, человеческий организм. Церковь, невеста Христова. И не надо лгать на Бога, что человеческий организм. Так вот, у него здесь, а вы не делайте то, что здесь. Делайте то, что для неба. Ежедневно кормили нищих. Идите и проповедуйте по всему миру. Вам жизни не хватит. Ходите и проповедуйте от дома к дому. Сходите к иеговистам, такие называются свидетели Иегова. Сходите к хорошим баптистам, поучитесь. Дальше. Вдруг он узнал, что нужно иметь частое причастие. Это вот есть. У Кочеткова, у других и начинает спорить. Есть опыт. Чем чаще причащаются, тем более непокоривые делаются. И, как правило, бесноватые. С чем это связано, даже священники, которые это поняли, не знают. А как часто? Не реже, чем четыре раза в год. Не реже. Четыре поста. Неплохо пять на день ангела. Все. А если каждый день, если бы мы были в одной общей, никуда не выходили, каждый день литургия, так и было бы. Конечно, литургия не шесть часов, не Иакова, а такая, чтобы часа полтора была. Или как в сербе, 45 минут. Тогда еще можно. Ну, вот частое причастие. И он все время спрашивает, от кого ты уходит? Приходит ему. Ну, для староверов-то, которые имеют даже законное священство, такие как Белокринитская, Новозырковская, вся Московская патриархия и все эти, которые к ним не относятся, это еретики. Тебе еще возноситься. Так кого ты можешь считать, когда ты сам в глазах других-то людей еретик? Для католиков ты хизматик. Ну, маленько потише себя ведите. Беседуя с людьми, мы должны понимать, кто мы для них. И с этой позиции ты начнешь себя укорачивать. Все еретики, все, как у старообрядцев, у них у всех одинаковая проповедь. Притом постоянно. Ты еретик, переходи к нам. Ты еретик, переходи к нам. Ты еретик, к нам переходи. Все. Триста лет на одном месте простояли. А ты бы сказал, я грешник, но познал Христа, он умер за меня и кровь свою пролил страданием на кресте, меня он искупил. Я могу поделиться этой радостью спасенной души. Везде нужно заложить основания. Первое Коринфянам апостол Павел говорит об этом. И другое манистование не может быть, кроме веры в Иисуса Христа. А о Христе речи-то еще нет, уже 4 года больше. Константин все еще виляет, где-то идет. Библия не стала настольной книгой. У него палома. Вот палома. Он едет в Фессалонику, его мощам поклониться. А если проповедь дадут, да еще на День Ангела, все знает, даже где-то услышат, все это кочегаром. Ну и что там кочегарит он о паломе? Да ты расскажи, в какое паломя попадут люди, не зная Христа. Ну что, до него не знали это? До 7 века не знали Христа? Нужен был теперь тварный, нетварный свет на Фаворе. Вот они в этой твари сегодня и купаются. Да фаворский свет, он нам совершенно не нужен. Он никакой роли не играет. Мы на 10 праздник с него сделали. Это я попутно сказал. Его не было несколько веков. А для чего он нужен ученикам показать, чтобы они верили? Мы-то верим без этого. От велелепной славы принес согласие, и сын был, да мы это верим. У меня вера во Христа, я слушаю. Мне эти голоса не нужны. А вот ежедневно причащаться, и выходит он на один день, только силы от Христа на один день. А на второй день он все, и всяк, руки опустились. Они даже не понимают, что это хула самая настоящая. Да даже ты один раз за 47 лет не причащился бы, как Мария Египетская. И тогда на тебе благодать будет, на локоток будешь стоять от земли. Левитация. А здесь так. Он еще нигде не встретился со Христом. И он запретил меня, что причащаюсь ежедневно. Ну запрещать-то не надо было, побеседовать можно было. И гляжу я, можно было или нет. Ну тут может он не все рассказывает. Вряд ли. Тип этих людей он не покоряется. Я причащаюсь, меня не допускают. А где твое послушание? Я не принадлежу к московской патриархии. Мы принадлежим к русской православной зарубежной церкви. Калариону, Капралу. А он уже на патриархах, которые приняли архто-каноническом общении, мы к ним принадлежим. С нашим батюшкой, отцом Акимом, служат эти батюшки, приезжают в патриархии. Он у них служит в соборе. Но напрямую мы на них не пойдем. Почему? Там смерть. Не просто беда, запрет. Смерть. Ложь и смерть. Смерть и ложь. Как корыстолюбие и трусость. Корысть и трусость. Ну и вот вы ежедневно причащаетесь. Запретили причащаться. Вы стали думать, может быть моя в чем-то вина. Может быть, частое причастие признак прелести. Ну, пишите дипломную работу по Григорию Паламы. Полюбил его. И просил всегда рассказывать о нем. Я его приверженец. Теперь переживания горы Афон. Исихадский опыт, подлинный в рамках церкви. Откуда это все? Вот все, что не по Евангелию, только подавай. Господь говорит, я не сужу вас. Слово, которое я говорю вам, вот в этой книге Библии, оно будет судить вас. Евангелие от Яна 12.48. Что, не считал этого? Я один раз это прочитал, я. Для меня этого было достаточно. Чтобы я понял, что меня Бог по этой книге будет судить. И задача моя, вот с этим мандатом явиться. Что Он умер за меня. И 50 лет как один день прошли. Так и тебя тоже могут запрещать. И тебя запрещали. Да, запрещали. Но так же и принимали. И при том, у них обвинения были довольно веские. Что я увел всю молодежь к баптистам. Разбор ни одного не увел. Наоборот, от баптистов пришло. Там человек 30-40. То есть все наоборот будут делать. А что, радуйся. Когда клевещут, бьют, отлучают. Это твоя награда. Перед Богом. Далее говорит так. Гарантия, что Бог приходит. Я нахожусь в церкви. И вот это гарантия. Я не могу ошибаться. Да более всего такие люди ошибаются. Многие потерпели кораблекрушение в вере. Не в секте. В вере. В вере во Христа. Дабы не отпасть от благодати Божией. И многие, о которых я говорю. Павел говорит, стали как враги креста. Да, Христова. А то в его время никаких баптистов, адвентистов еще не было. Вот чего надо бояться. Потерять Христа. А то я нахожусь в церкви. Это гарант. Абсолютно никакого гаранта нет. Иногда абсолютно все в церкви выносят решение на Вселенском соборе. А на завтра его запрещает этот собор. Объявляет разбойничим. А то мы так уж привыкли. Он разбойничает. Да это для нас сказали. А те, которые ушли, мы разбойничи соборы. Опыт подлинный в рамках церкви. Ну вот я сказал. Это заблуждение. В рамках церкви много ересей. Абсолютно везде. У католиков, у православных. Ну, я называю ересей это самое отклонение от истины. Но оно не погибельное. Главное это вера в Отца, Сына и Святого Духа. И чтобы было истинно рукоположенное священство по хиротонии. Вот в этих рамках, да. И тут еще ересь гнездится. Дальше. Ну, даже если одни священники не так понимают. Может искажение вероучения, вы говорите. Я встречаюсь в Боге, я чувствую. Это говорят все еретики, особенно харизматы. На это тоже не надо обольщаться. Я ни разу в жизни этого не сказал. Никогда. Покажи мне и открываю. Вот. Я никогда не забуду. Ко мне приехал один из Сергиева Посада. Тогда она по-другому называлась. Не Сергиев Посад, Загорская Академия. Ну, он приехал, мы беседуем. Я вижу, он совершенно далеко ушел. Я говорю, а ты разве не знаешь, что вне Христа нет спасения? Ну, а как же, они вот так верят. Я говорю, а Деяние апостолов 4.12? Давай прочитаем. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Читай. Я ему дал Евангелие, мы выше там на железной дороге стоим, чтобы далеко было от домашних видеть, кто к нам придет. Он не может прочитать. До считает, после считает. Этот стих не может прочитать. Я первый раз в жизни встретился. Почему? А я не могу. У меня как в горне какой-то ком стоит. Вот какая штука. То у некоторых ком и валун, и Эльбурс на пути к Библии. Промейтесь к этой книге. Так. И говорите, что стал еще и снова изучать. И свет воссиял. Ну, сам-то все-таки юрист. Стал спрашивать. Ну, и нашлись люди, которые подсказали, что в 2000 году был принят документ Московской Патриархии. Там, о молении с еретиками. Он стал искать источник. Ой-ой-ой. Я получил этот документ тоже, допустим, месяц, как вышел он. Ну, и что? Я прочитал. Но они так понимают. Почему я должен отнимать право архиерейского собора, понимать так, как они понимают? Бог дал им свободу. Но меня никто под это не давит. Я не подчиняюсь, и все. Вы не подчиняйтесь в рамках священного писания Библии. И проверяйте себя на молитвах. Хорошо иметь хорошего наставника. Но Затаус говорит, вместо наставника не избери волка. А сегодня это сплошь и рядом может быть. 14 век. Григорий Паламов обращается так. Общение со знающими людьми надо иметь. Стал решить, перешил переписываться с Осиповым. И что Осипов вам одобрил? Да он сказал, да, там сомнительное, там еще требуют доработки. Но не больше того. Он тебе не сказал идти поперек всего священного началия-то? Чаще причащаться. Почему не покориться-то? Смиренно-мудрия, главное, черта, как будто срода не слыхал. Зачем ездить куда-то с паломническими группами, когда смиренно-мудрия-то нету? Самость одна. Он здесь не прав. Петр Михайлов решил понять все это в целом. Как такой документ приняли? Нарушена ли вера святоотеческая? О Библии даже не говорит. Да Бог будет судить не по святоотеческой вере, а по Библии. А нужна нам святоотеческая вера? Нужна в рассмотрении во свете Библии. Потому что они многое понимали не так, как другой понимал. И даже из Духа Святого, и же от Отца исходящего, у католиков и сына, так половина святых отцов, которые у нас, они так и понимали. Как Алексей Осипович говорит, то, допустим, ну ладно, осудили Оригена. Но оригеновские мысли у святых отцов подряд идут. Вплоть до Златоуста. Почему их не отлучили? Или слишком большая дыра будет? Пролом большой будет? Значит, надо смотреть и на это. Так, вот считает он снова в этот все 2000-м годы документы. Еще не отлученные. Так может быть и еретическая церковь уже пошла дальше. Вот с этим документом они не согласились и убрать. Что ты хочешь, что вообще Константин? Ну, они его не уберут никогда. Ну да, они понимают так. Да, они экуминисты. Да, молиться нельзя с еретиками. Ну, ты что теперь считаешь, что они безблагодатные? Тебе надо идти тогда к Дзюбанту, как это, Дзюба, этот, Диамид. Ну, к нему и иди тогда. Тогда и телефона не надо мобильного. Не надо интернета. Не надо этого ничего. А я за интернет благодарю Бога, за Тимберна Сали каждый день. За телефон, за Мартина Купера. Какое нам облегчение они дали. Собрание благочтения. А что было? Ну, вот стали тогда разбирать границы церкви. Вот так думал-то. А разбор личности был. Да, это именно так. Они по-другому не могут. Ваши вопросы, если они уже ответили, они их не будут поднимать. Это тактика патриархии. Они не дают защищаться. Если бы вот здесь Константин высказал, и на все они ответили громотея, как должно, вопрос мог быть закрытым. Только так надо делать-то. Ничего он еще не нарушал. Никого он не учит нигде. Людей не вылавливают из церкви, никуда не уводят. Момент пропущенный. Стали говорить, что я лжец, что я унижаю патриарха. И у меня шок. У меня это все было. Но это было у меня лет 40 назад. Для меня это пройденный давным-давно этап. Я знаю, они другими быть не могут. Это их путь. Они сделали свой выбор. Выбор быть клеветниками, сынами дьявола. Потому что он клеветник. Ну молись теперь за них. Дальше-то. Я его напою и накормлю, и под благословение подойду. Дальше не надо переходить. Это грань. Без церкви нет спасения. Ну а что теперь? Максим Исповедник. Максим Исповедник борется с теоретиками. Вы дальше посмотрите у Максима Исповедника. Все ли будет идти по слову Божию? Главное ли он вас снова брал? Для меня это святой. Я его поклоняюсь. Но не без рассуждений. Ян Максимович ходит босиком. И я хожу босиком. Но я не Максимович. И хожу не почему-то. По городу я хожу босиком. В краевой администрации везде хожу босиком. Почему? Мне так удобно. Потому что оба физдоровластия у меня нет. Я получаю мало, а деньги уходят в другое место. Но это мой путь. Я его избрал. Но я никогда не буду следить, у кого дорогие сапоги, как там отец Анатолий все это пожигал в кинофильме «Остров» у Лунгина. Теперь стали обвинять его, что ответ на письмо Килариону Алфееву в монастырь. А церковь там аббревиатуру не такую написал сокращенно. Это, конечно, глупости, придираться. Мы же пишем «Господи Иисусе Христе Сыне Божий помил нас». Их ничего в этом нет. Они уже не знали, за что его хватить. Оказалось, что Константин довольно сильная личность. И просто так его сбить никак нельзя. Но и доказать ему они ничего не пытаются. Он на этом стоит. Павел говорит «Имею, я счастливым посчитаю, что могу защищаться». Ему не дали этого счастья Константин, он незащищенный. Они просто давят его своим, как говорится, тоталитарным духом. Так бы могли сказать неверующие. Он говорит «Если было бы мне 20 лет, то я расстроился бы. Обвинение, что не доверяю настоятелю. А почему я ему должен доверять, если он не по слову Божию? Это в похвалу должно ставиться. И такой человек достоин хвалы, даже если не соединен с епископом, с собором. Если они не по слову Божию идут. Вот. Я причащаюсь. Сослали там монастырь, говорить нельзя. Почему ты не наш? Говорят, служи тут, но ничего не делай. И надо было смириться с этим. За это время многое могли бы создать, как Ян Дамаскин. Сколько он написал за это время? Если сказали молчать, и ты там находишься, ну и помолчи. Мне этот запрет был от нашего епископа. О русском языке. Мы сторонники русского языка. Я знаю, что русский язык понятнее для людей. Он сказал, что три года, что мы не разговаривали. Это было 13 мая. Три года мы в Тане раскрыли. На нас нападали в журналах. Все мы никаких. Мы продолжали служить. Так же, все библейское насчиталось на русском языке. Но разговаривать нигде не разговаривали. Я подчинился. А если бы архиерея меня отлучила от причастия, не причащался бы. Я к этому приготовился. Стоять буду вместе с соглашенными. У нас соглашенные из ИДИТИ выполняются. А если вот вашего батюшка запретят? Запретят. Я скажу, ничего не исполняй. Все. Переходи в разряд мирян. Хотя у нас сегодня епископа этого уже отняли. Мы прямо напрямую к Аллариону идем. В Нью-Йоркске. И подчиниться надо. Если он прямо скажет. Московским указом мы не подчиняемся. Мы к ним не относимся. Но они пока на это не посягают. Настоятель стал говорить. Он говорит, я тоже не свободный. Но все еще причащается. И вы понимаете, что это простая технология. Провокация. Ищет крошки на антиминце придраться. Да, именно так. Вокруг вас были люди невозрожденные. Константин, не имеющие страха Божия. Подобного вам. У вас даже больше страха. Зачем к вам придираться. Вы и так страдаете. Вы уже смирились. В данном случае вы показали, что вы готовы пострадать за свои убеждения. А они ни одни не пострадали. И это вас возвышает над ними. Вы достойны уважения. Но это по-человечески. А с религиозной стороны вы обязаны были подчиниться. Не разговаривай. Не разговаривай. Тебя и так уже наказали. Они должны одни перед тобой попятиться. А почему? Если ты их признаешь в законную власть, ты ему подчиняйся. Тут надо просто найти золотую середину. Говорят, Христос был и есть между нами. А вы стали добавлять. В той мере, как вы понимаете, или еще что-то. И к вам надо было на данном случае прислушаться. Вы правы здесь, Константин. И вставку сделали очень мудро. Мне сильно понравилось это. Но те, которые стояли перед архиереем, в дугу согнулись. Они стали теперь давить вас. Они все боялись архиерея. Вы уже начали над ними подниматься. Но только не покоро изменял последовательные литургии. Ну а почему изменять-то? Нужно ли это делать? Это ничего не даст. Народ ничего не понимает. Главное в церкви, чтобы без остановок сошли слова. Чтобы в мяки налетело. А они не понимают люди ничего. Они только на Аллилое, Господи помилуй, присоединяются. Остальные слова это в это время дома. Максимально, сколько людей присутствует на богослужении, едва ли 10 минут. Ну может 8. А остальное время их здесь нет в храме. И священник этого не понимает. Он и сам такой. Теперь вас уже дальше отталкивают, причащаются только с мирянами. А какая разница в алтаре и с мирянами? Священники, большинство сразу ущемленные какие-то. Ой-ой-ой, я с мирянами. Да тебе не миряне, не алтарь нужен. Тебе нужна тело и кровь Христова. Что тебе еще надо-то? Нет, это показывает. И они играют причастным священники. И ты так бы играл. Вот я, если оказался бы там, я думаю, у Константина Кочегарова, если бы я оказался, я так думаю, такой как есть, ну наши люди там, вот как он понимает, так его бы сейчас восстановили, а мы бы в его приход были. Он, думаю, огрел бы меня нисколько, не меньше, чем они. Он бы сказал, почему редко причащаетесь? Он оставит на своем. А мы причащаемся реже. Второе, сказал бы ни слова, ничего не убирать. Я бы сказал, две кофеизма не нужна. Две трети кофеизма одной вполне хватит. И читать на русском языке. Все. Он меня так же решил бы причащить, я бы говорил, то есть точно так же. Я от него здесь, ну даже он будет говорить, что я не такой, я уже не поверю. Ты не можешь быть другим. У тебя пуповина связана с патриархией. В самом плохом смысле. Ну, значит, идет против священника начальника. И вдруг священник говорит, я тебя не могу причащать. Они играют причащим. Есть страшные игры компьютерные, делает идиотами людей, манкуртами. Но самое страшное, это ту, которая священники играет. Бабка на колени, иначе лишу причащия. Без меня ты сдохнешь, в рай не попадешь. Я озвучу в грубой форме. Подстать Феофану Затворнику. Но смысл понятен. Не тебе меня допускать. Написано, да испытывай себя человек. И тогда приступает. Я испытываю, не ты. Но я православный, поэтому я отдаюсь в руки священника. Он меня уже испытывает. Но не может испытать меня лучше, чем я себя испытаю. Я нахожу, что во время, когда мы приходим, склоняемся перед священником, мы должны не только говорить, грешен, грешен, грешен. Священник должен взять кадила, говорится, горящими углями голову посыпать нам. Да это я в прошлый раз исповедовал тоже. Сегодня, в пятый раз ты одно и то же грешен. Пошел вон отсюда, шелудивая собака. Он мог бы это сказать. Нет. Петро Хирю на крыло прощается. Бог не прощает. Человек не возненавидел грех. А что нужно было сделать? Отстать от греха. И во время исповеди сказать, Господи, благодарю Тебя, я отстал от этого греха. А я знаю, как священники удивленно смотрят. Ты что? Ты разве так каются? А они знают, грешен, грешен, многогрешен. Сорок раз, Господи, помилуй. Супергрешный. Яко свинья лежит в кале, так и от греху служу. Я знаю эти молитвы. С ними невзорно встретился. И вот получилась свинья в кале. А ты бы, как светило на небе сияющее, ты омыл, ты очистил, кровью причистую. Ты грехи взял мои и бросил за хребет, и не вспомнишь никогда. Я свободный. Свободный. И верующий в Сына Божий не грешит. И дьявол не имеет над ним власти. Так вы грешите или нет? Написано не грешит, означает умышленно, нигде он не грешит. Дальше. Ну для вас стало, как стол, это поддержка семья. Они перестали причащаться и ходить в храм. И активно стали участвовать. Это самый отрицательный поступок во всем, что я слышал. И вы не остановили. Это не поддержка. Это к вам кинули камень в руки Константина. Ты бы наоборот сказал жене, чтобы она непрерывно ходила, молилась, чтобы дать понять, что ты не отошел от церкви. И укреплять их. Да, я пострадал за упрямство свое. Ходите, дети, в храм. Дело-то не в священнике, а во мне все. А это была поддержка. Конечно, вас здесь нет. Мы с вами не встретимся. Но если до вас дойдет то, что я говорю, поймите. Вы виновны за гибель семьи. За гибель не просто так. И из-за вас они от церкви отошли. А священник это видит. Да он же самый настоящий еретик. Думал сначала все случайности, случайности. Год молился дома. Хотя считается себя чадом Московской Патриархии. И ждет собора 2013 года, чтобы просмотрели документ 2000 года. Да прошел уже собор. Ничего они не будут рассматривать. Это не надо. Но многое, что они принимают правильно, относительно, это чейпизация, это называется священное начало, они правильно приняли. А разные там, Семеновы эти, Авели ездят. Они мутят народ. Они не знают, они ни к профессорам не прислушиваются, ни к Библии. Я их считаю, это слуги темной силы. Они разлагают церковь. Но я же не принадлежу к Московской Патриархии. Но я православный. Мне разве сидят от греческой или финляндской церковь. Вот эти, которые сегодня бьются в паспортане принимать, это самые настоящие еретики. Они уже подготавливают престол Антихристу. Всю силу отдают на печать, когда Антихриста и притечи Антихриста еще нет. Это надо быть сумасшедшим, чтобы такие проповеди говорить. И они, людей учат этому, вызывают настрадания, не получать пенсии. И снова продолжается изучение святых отцов. Ну, хорошо вам помогают диспуты в интернете, приезжают люди, прихожане. Меня интересует, кто вас не поддерживает. Они должны вас любить так же, как прежде. И сказать, мы еще ходим в храм, священники вот так-то, они прислушиваются, начинают занятия образовать. Некоторые пошли на благовестие. Ну, есть же там такие, как отец Даниил Сысоев. Я не хочу без приставки святой даже говорить. Священномученик Даниил Сысоев. Не надо не ждать, какой канонизации. А то Матрона святая, священномученик не святой. Да более святого у нас, может, за тысячу лет не было. Ну, а дальше что? Убедить других людей не удается. Я спрошу, а в чем? Вам меньше отвечать на суде Божьем придется, чтобы убедить никого. Нет. А вы откройте Библию и идите на благовестие. Меня клеймят невыносимо как. Ну, вот, Кемерская епархия. Вот это мои книги лежат. Они их начинают цензуровать. И кому? Отдают семинаристам. Они из моих книг, что я про себя пишу открыто, с адресом, это все в кучу собирают. Мои ролики. Ну, 994 ролика там можно набрать. Это про нас ролики там. Они ролики-то оставляют. А дальше, вот, только что матом не ругаются. Они ничего не знают. У них ни опыта нет никакого. Это волчатник новый растет. Но они поносят. Благословен Господь, да вот благословен их уста. Благодать в устах твоих. Воевода Пашков. Как сказал протопопа вакуум. У них другого нет ничего. Я требую суда. Вызовите мне. 38 книг, 10 лет уже идут по России. В центральных библиотеках, как имени Ленина, президентской, Путину посланной, патриарху, священникам. Вы не согласны. Вызовите меня. Они не вызовут. Я в это не верю. Я требую суда Кесарева. Требую суда патриаршего. Они не вызовут. Иначе они должны прямо выйти и сказать, мы безбожьи. Я же не Невзоров. Первым делом я на суде подойду под благословение ко всем. Я выставлю на суд Библию. Если вы ее признаете, все. Вам никогда не победить. В каждом вот здесь томе у меня, в каждом, более трех тысяч ссылок на Библию. В каждом. А их здесь, вот здесь, 38 книг. 30 томов. По 752 страницы. Они никогда не устают. Вы им ничего пока предложить не можете. Вы пошли не тем путем. Я никуда не отхожу. Никуда. Они нас клеймят, а мы на благовестие едем. Они нас поносят, а мы на благовестие идем. Вот в прошлом году мы проехали, в 2012, 240 городов и сел. До этого 56 сел в каждый дом, заходя, занося Евангелие. Даря Новые Заветы, кто придет там на стадион или в Дом культуры. И они уже начинают по-другому смотреть. И всех, кто приходит до Индийного, в течение 50 лет я направляю в храмы московской патриархии. Я могу показать священники, которые в мой дом пришли. И они клевещут на меня, что я увожу куда-то, или я не православный. Но это их путь они избрали. Я о них могу сказать одно, что они не любят Библию. Я могу это доказать. Ну, как вот Константин, он не знает. Он знает его содержание, он и не живет. Мне бы какой вопрос не задали. Так, подожди, я сяду за стол, сейчас ответ будет здесь. Ответ найдем где. На каком стихе обосноваться? Как у Антония Великого было. Я услышал, пойди продай имение, раздай. Все, повернулся, пошел, продал, пошел, Антоний получился. Я слышал такие слова Божие. Я в этот же день постарался выполнить абсолютно точно. Идите, проповедуйте. И мой лоцманский катерок только подошел к нашему кораблю. Я через фальшборд перешагнул. И первому стал говорить о Христе. Второму, третьему. А учусь в мореходном высшем училище. Все, сошел с ума. Но за что? Что ж, а я проповедую. Идите, Константин, благовествуйте. Иди, матушка пусть идет. Она молодец, она вас любит. Но в данном случае, ее любовь превысила разумные меры. Она должна ходить в храмы. В московской патриархии. И дети пусть ее там же будут. И для тебя образ Христа стал новым. Как образ человека цельного. Вот это да. У нас одна была в оглашенных. Ну, год прошел. Уже три года прошло. Но ее принимать, она заявление подала. Подает. Начинаем мы спрашиваем. А кто Христос? Хороший человек, цельный человек. Вот эти слова. Я говорю, ну, примерно, как Высоцкий. Владимир Семенович. Ну, не так. То есть, лучше. Иди-ка еще на год. Позанимайся. Походи. Это Бога-человек. Он воплотился от присна Девы Марии. Он умер за меня. Это мой Спаситель пришел в мир. Ему нет равных. Он Творец всей Вселенной. У тебя где эти слова ласковые? Хороший человек. Я прочитал здесь. Может быть, ошибся он? Вот. Ну, ладно. Пусть будет так. Цельный человек для него. Устремленный. И знающего космос человеческого естества. Вот три с половиной года его учили. И как бы не поверили. Христос много разговаривал. Вот все, что он говорит, я думаю, то ли он смеется, или что Константина. Такой лепет, ну, трех с половиной лет ребенка примерно. То есть, благодать не коснулась сердца. Если бы это коснулась, ты бы ничего не сказал. Считай песню песней. Где возлюбленный мой? Меня встретили стражи. Стали избивать. Кто твой? И она назвала у него десять качеств. Здесь ни одного. Цель устремленный. Да нет таких слов в Библии. Открой Библию. Посчитай, какие у него ноги. Какие у него руки. Какое чрево. Какие уста. Какая голова. Ну, понимай, в духовном плане. Тем более, сейчас вышла такая книга. Я называю ее книга столетия. Отца Геннадия Фаста. Толкование на песню песней. К слову сказать, отец Геннадий из Менонитов, Немец, в моем доме пришел через благовестие. Теперь магистр богословия Московской патриархии. И он нигде не выступает, пока не представится. И говорит, что в моем доме он пришел к православию. Вы сколько дел упустили, Константин? Христос много разговаривал. Рассуждения на уровне плоти у вас идут. Остановиться. Хорошее нужно приумножить. Плохое отсекать. И тут у него записали это все Леоксей и Леонид. Я так понял. Помощники отца Константина. Поблагодарите. И хорошо записали. Не вторгались в его речь. Где-то вопросы задавали хорошо. И даже вот этот интерьер, это иногда забивает и не дает сказать. Надо уметь выслушивать. Он скажет, а ты говоришь один. Да у меня вопрос. Я вот считаю, сколько раз в мою речь вторгается тот, кто говорит. Образно сказать. Теперь, в подтверждение того, что я сказал, я прочту несколько мест из Святой Библии, которая перед нами. Как говорится, кладу руку на нее. В подтверждение того, что ни одного слова я не исказил. Можете проверить. Иоанна 5.39. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне, о Христе, не о Паломе Григория, не о документе 2000 года. 1 Петра 1.10.11. К всему спасению относились изыскания и исследования пророков в Библии, которые предсказывали назначенные вам благодати, исследовая на которые, на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христову страдания и последующую за ними славу. 2 Петра 1.19.21. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. До коли не начнет рассветать день и не зайдет утренняя звезда в сердцах ваших. Остановку сделают. Значит, к Нему не обращались, к светильникам не сделалось, и поэтому звезда не воссияла в сердце. Начните сначала. Зная, что прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самим собою. Нельзя. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимым и Духом Святым. Имеется ввиду пророки и апостолы. Не Григорий Палама, не Иван Москемович. 2 Тимофея 3.14.17. А ты, Тимофей, пребывай в том, чему научен из Слова Божьего. И что тебе верено, Библия, зная, кем ты научен, Павлом. При том же ты из детства знаешь Священное Писание, то есть Библию, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса. Все Писание Бога духовно верно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен человек ко всякому доброму делу приготовлен. Вас и Слово Божие не научили, и вы других не учите. Вас обличали не по Слову Божию, Константин, и вы ответ давали не по Слову Божию. Для исправления они вас не могли исправить по своим вымыслам, потому что они перед архиереем вот так тряслися. И наставить не могли в праведности. Вот эту книгу вы должны каждый день целовать, показывать людям. И нес, говорит ангел, вечное Евангелие. Евангелие. Но у нас Библия. А тут и Евангелие находится. Деяние 17.11. Здешнее. Были благомысленные фессалоникских. Они приняли слово совсем усердним, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Вот фессалоникские, они были глупые и глупые, и вы за фессалоникой пошли, Григорий Палома оттуда. Это прямо про вас сказано. Надо быть благомысленнее их. И пойти по Писанию, ежедневно разбирать, так ли это написано. Проверять и принять это слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Не святоотеческое, как вы говорите только, не интернет, кто что скажет. А ежедневно разбирание, разбирая Писание, точно ли так. А о чем? Что Иисус это обещанный Мессия. Что это Бог. Я желаю, чтобы отец Константин принял это и вернулся служить в московской патриархии батюшкой. Покорился священноначалью, принес покаяние, да помилуйте его Господь, ибо он хороший. Отче, благослови нас. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Богу нашему славу.